Моторадио представляет Лучше всех мы стараемся, работаем Катаемся, погода благоволит Чаще всего Слушайте, Кирилл, а можно разделить Вот это постижение искусства вождения Очень условно на две Составляющие На некую рефлекторную науку Рефлексы какие-то И там, где ты не думаешь Это важная, наверное, вещь Поправьте меня, если что И на ту составляющую, когда ты думаешь именно Или это как-то все переплетено вместе Или как? Александр, вы задаете, как всегда, интересный вопрос ребром Значит, как бы я сказал Что все, что делается Оно делается на рефлексах Автомобилем же вы управляете Да, да, да Не думаю, какую педаль топтать Совершенно верно, я вот ее попралили и спрашиваю Да, да, все верно, только единственное, что Если мы говорим про гонки, это нужно делать там быстрее Это понятно Это оттачивание уже Следующий момент, как бы я это ставил в вопрос Да, то есть, чтобы топтать нужные педали Нужно как будто бы ясно соображать То есть, стратегия перемещения Если мы говорим про городской трафик Полная концентрация Ну да, да, да То есть, это как бы совокупность этих двух начал, да? И в этой связи, так как мы пойдем делать Ну, начнем, зачнем серию передач с вашей школой То, наверное, мы начнем с маленького возраста С детишек и с вопроса о том Можно ли у них это разделить каким-то образом Может быть, и чего они легче учатся Некую стратегию поведения Может, она у них вообще отсутствует И они, так сказать, и страха нет Например, ну много нюансов всяких, да? Мне почему-то очень не нравится формулировка То, что у детишек страха нет Да, конечно, я тренирую детишек Сейчас, этим летом Как будто бы у меня есть дополнительный стартап Несмотря на то, что детьми я занимаюсь уже много лет Мои уже дети выросли Уже выиграю чемпионат России в очередной раз В смысле, ваши личные? Ну, мои ученики Вот, да, к ним я отношусь Ну, когда мы много лет вместе То уже очень тесно там дружим Вообще, очень приятно смотреть гонки Когда особенно там Ребенок или юноша уже там талантливый Уже какие-то там позиции в спортивных классах бьется Это не для красного словца Я очень люблю своих учеников смотреть Так вот, про детей Мне не очень нравится формулировка То, что у них страха нет Мне кажется просто, что Они яснее видят путь от точки А в точку Б И где точка А и точка Б Это не геопозиции А достижения То есть ему говоришь Здесь газуй, здесь тормози Хорошо Вот здесь газунул, вот здесь тормози Все И мне кажется именно потому, что у них там Как будто бы проще мироощущения И все остальное Они там сказано, сделано Ну ладно, хорошо Давайте по детям тогда По вашей мотошколе У вас детьми называется Человеческая особь С какого возраста Сколько годиков Вот сейчас я познакомился С одним классным мотоциклистом В возрасте трех с половиной лет Вот это, наверное, самый юный джентльмен С которым мы сейчас делаем какие-то шаги Вообще до этого до восьми лет я не брал Сейчас у меня хорошая компашка Банды или как это сказать Ребят, которым семь лет Которым пять лет Которым восемь И именно под этих товарищей Я сделал абсолютно отдельную тренировку Где нет ни одного взрослого Ни одного там Двенадцатилетнего Тринадцатилетнего Пятнадцатилетнего То есть этих подростков Этих вот таких вот Да Вредных Да У меня нет вредных подростков Потому что занятия Когда мы говорим Про какие-то систематические занятия Спортивную секцию Все остальное Там должен быть какой-то склад ума Характера В сторону достижений В сторону дисциплины Да Хулигане В целом Обычно хулиганы Редко чего-то достигают Вот И специально Так сказать Для детской тренировки Я арендовал не картодром А площадку На которой проводятся занятия В классической мотошколе Где там ребята учатся В том числе На категорию А И По выходным В абсолютно классном Лайтовом Приятном формате Я в первую очередь Пытаюсь заинтересовать детей Этой всей тематикой И постараюсь быть с ними Супер деликатным Потому что Ну там очень легко Напугать этих Пятилеток Трехлеток И так далее Слушайте Ну при таком выборе Будущей судьбы В увлечении ребенка Вот родители Если представляют Папа-мама Сидят Думают Куда бы нам его отдать И мне кажется Вариантов такое количество От балета и футбола До Я не знаю там чего Ну надеюсь Хорошего Конечно Много просто Всякого разного Так и есть Да И наверное В мотошколу ведут Родители Которые Ну хоть как-то Имеют отношение Какое-то К мотоциклизму Нет? В большинстве случаев Да То есть бывает так Что у меня Ребята тренируются Семьями То есть у меня есть Там папа с двумя сыновьями Папа с дочкой Папа с дочкой С сыном Ну в общем Это как будто Про семейное время Препровождение Это хобби Это какой-то там Совместный досуг И бывает так Что папа например Во взрослой Секцией занимается А ребенок в детской И они вместе Широко улыбаются Радуются совместным достижениям И вместе питают Какие-то чувства К мотоциклам Бывает так Что приходит папа с мамой Значит Папа приводит маму В наручниках может быть Говорит Сиди Стой здесь Слушай Что святой человек Тренер скажет И Ну-ка Кирилл Скажите Что если наш маленький мальчик Пойдет Он будет там Вот И потом мама сдаётся Или например наоборот Она видит этот весь ужас Говорит Вообще никогда Не отдам Да в основном Просто У нас же дело Мы в какой-то степени Хорошее делаем То есть никто там Ну Как сказать Это секция Это вид спорта Пускай и технический Да Это про достижения Это про классное времяпрепровождение Тем более там А сейчас у меня Вот эта детская секция Идёт Помимо всего прочего Достаточно доступно То есть у меня Появилась возможность Для того чтобы привлечь Много детей Да Подстегнуть их родителей Там скидки в размере 50% На тренировку Да И соответственно Я пытаюсь создать все условия Чтобы всем было классно Да То есть я Снимаю площадку в удобное время В выходной день Там Есть место где родителям посидеть Там мы достаем там стульчики А вы разрешаете смотреть Да Родителям Или Да Но Я стараюсь Чтобы родители меньше вмешивались То есть Чтобы был Один Какой-то там Эталонный голос Мой Вот Хотя бы на время тренировки Чтобы ребёнка там Никто не отвлекал Влево-вправо Давай сыночек Давай Дяденька же сказал Делай как Да Да И на самом деле Очень классно Я не знаю Мне очень нравится Детишками заниматься Это какой-то способ В детях Какую-то Дисциплину Целеустремлённость Там Понимание Как чего достигать Да Причём Детям же важно Какое-то там Социальная составляющая То есть Одному ребёнку Неинтересно Даже если мы там Самый дорогой в мире И лучший картодром И мотоцикл Поместим Ему не круто Ему нужно ещё там Пообщаться Посоревноваться Поболтать Побалдеть Побегать цветы Пособирать И так далее А это всё у вас там происходит Ну это же классно Не Я не спорю Вот И Дети В полном восторге Выходят Туда ждут Следующую тренировку И На этом вайбе Очень легко Какие-то Достижения Вести То есть там Всё понравилось Молодец Ну вот Тогда Сейчас Не бесись Не знаю Приходи в следующую тренировку Будешь беситься Мы тебя там Как-нибудь Чуть-чуть Пожурим Поругаем Словами И это какой-то Хороший способ В том числе Родителям показать Что их ребёнок Ну просто Я часто вижу Что там родители Ваня стой Ваня 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 Петя Стой Петя Иди сюда А выясняется Что дети Могут выполнять Гораздо больше Более сложные инструкции Управлять мотоциклом И достигать Каких-то там Результатов Мы не говорим Про спортивный Проедь змейку Наклони Вот ты Стартани первым И так далее Причём это в игровой форме И получается Что родителям Удаётся показать Что их ребёнок Способен на большее Когда хочет И вот я надеюсь Что это тоже И может быть в учёбе Может быть То есть родители сидят И говорят Ну видела Видела Смотри как наш-то Да 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 То есть и достижением Супер радуется Ну потому что Сейчас техника хорошая Шагнула вперёд Да Условия хорошие Не нужно там Супер рано вставать За 3-9 демель ехать Да Я снял площадочку Там практически в центре города Да В суперудобное время На солнышке По кайфу Да Все там Смотрят И получается Там на этом фоне Очень легко Вы давайте Не пробегайте Мимо важных вещей Хорошая техника Это что На чём дети катаются Раньше с этим Были какие-то сложности Техника была Двухтактная А это означало Что она Сильно дымит Громко жужжит Супер мощная И она Это были Маленькие Спортивные мотоциклы По сути Мини мото Вот Александр Ты наверняка тоже видел Вот такого вот размера Да И даже Взрослые Когда в смешных позициях На них ездили Вот У меня есть такой мотоцикл У меня есть ученица Пяти лет Катя И мы её попытались Посадить на этот драндулет Слушай А сколько там Бензина заливается Ну Бензина литров пять Вместе с маслом Да И там четыре лошадиных силы Может быть непонятно Много это или мало Но представься Что Пятилетнюю девочку Четыре полноценных Жеребца Куда-то тащат И она должна Этим процессом управлять И это иногда Было там Сложновато Вот Помимо этого Там подвески нет Ну строилась Спортивная техника Ну да Итальянская По линии Сертифицированная Под класс гонок Там в том числе В чемпионате России Да Мы от этого Немножко отошли И я И купили хорошие Китайские Совершенно точно Хорошие Маленькие Индурчики Питбайки Индурчики Да Как назвать Выбор не очень большой Потому что там Важна высота по седлу Да Да Понятно То есть Какие бы замечательные Там здоровенные Китайские мотики Там на данный момент Промышленность не делала Да Детям важно Одно из базовых Это ножками встать на асфальт И из этих позиций Стартовать Останавливаться Еще что-то делать Вот То есть если высокие То просто ты устанешь бегать Все время И поддерживать Такого ребенка Только он остановился Подбегаешь и держишь его Да Поймал Упал Ну то есть Ребенок некомфортно себя чувствует Вот представь себе Ты едешь на мотоцикле У тебя ножки болтаются И целое приключение Тебе остановиться Раньше как-то мы там Пытались с этим обходиться Но путь был длиннее То есть большие мотоциклы Маленькие дети Вот сейчас Последние годы Очень сильно Китайцы шагнули И в этом направлении И вперед Есть куча классных мотиков Которые Можно использовать Именно там Для такого возраста А совсем для малышей Я использую Электрические байки Тоже есть Да Надо же То есть это в розетку Поставил на ночь Утром приехала Новая группа Из розетки вынул Они поехали Ну да Это важно На самом деле Электричество же В том числе и китайское И не китайское И машины И мотоциклы Они там развиваются Вообще супер круто И у меня в голове Как будто бы есть проектик Потому что Можно Единственное Я исследования там Плотные не проводил И у меня нет такого Что вот По бензиновой Четырехтактной технике Детской Я могу сказать Да Вот есть классные штуки Они супер круто работают Да Там и подвеска Можно чемпионат России ездить Да Можно начинать Да Он не пытается ребенка убить Ножками достает Выглядит красиво Тормоза работают Карбюратор Из коробки прямо хорошо работает По электричеству Пока Исследование я провел Для начинающих детей То есть Если там ребенок Никогда не сидел Ни на чем Я Скорее всего Предложу для начала Поездить на электрическом байке Там Тренировочку Две Три И так далее Для того чтобы Ребенок не пугался Какой-то там Супер мощности Да Этот байк Он еще существенно легче Проще останавливается Вот И У меня как будто бы Зреет проект Потому что Чтобы сделать Детскую секцию Вообще на электрических байках Но Если вообще ребенок Ни на чем не ездил И начинает сразу С электрического Хотя у него свои особенности Динамика своя То ребенок Не зная альтернативы Привыкает к этому Да И считает что это норма Ну Наверное да А оно все одинаково То есть Разницы Великой нет По большому счету У меня был ребенок Который никогда в жизни На велосипеде не катался И сумел На мотоцикле Начал кататься Потому что Смотри там Там же есть моменты Связанные с тем Что нужно равновесие держать И Когда Ребенок Начинает ездить Например на велосипеде Он там ножками дрыгает И из-за этого Сложнее держать В этой всей подвижной системе Равновесие Когда Ты открыл газюльку Или нажал кнопочку На электрическом мотоцикле Или еще там что-то сделал Да Он сам тебя повез Ты просто ножки поднял Когда смог И поехал Не нужно ничего дрыгать Да То есть Тут сила в каких-то Простых решениях Никто никого там Не бьет по рукам Не насилует Но все равно равновесие Раз уж мы о нем говорим Тоже надо соблюдать Уметь правильно же Научиться Это быстро приходит очень Согласен да Вестибулярный аппарат Мы же с тобой уже обсудили Что если что-то не по плану Ребенок взял Остановился Ножки поставил И все В эфирной студии Мотошкола Гоночная Мотошкола Практика Кирилл Симеон Бессменный лидер Основатель Руководитель Этого замечательного заведения Давай Несколько слов о том Какие нужны навыки Ребенку Чтобы Чтобы он попал в школу То есть например Звонит мама и говорит Здравствуйте Кирилл Я вот хочу своего там Аболтуса ему там Пять лет Ну например да Отправить к вам Пять лет Учиться Пять лет все ангелы Хорошо У меня есть ангел Пять лет Что он должен Чему он должен соответствовать И ты говоришь Он должен быть ростом таким-то Блондин Там я не знаю Весом таким-то Длина ноги такая-то Там Ну есть же какие-то да Характеристики Слушай на самом деле Я могу При наличии желания Научить любого ребенка Вот Ну единственное Что мы по возрасту Снизу ограничены Потому что Наверное Еще стоит рассказать Про то Что Должен быть какой-то Склад ума Склад характера И направление Ну в том плане Что ему должно быть Интересно это делать То есть ты спрашиваешь маму Здравствуйте Здравствуйте Да Он разбирает уже Айфоны ваши Там в телевизор Лезет Технический склад ума Нет Нет Ну просто смотри Детям в три с половиной года Или там Или в пять Может быть интересно Там не знаю В песке ковыряться В таком возрасте Уже наверное нет А может быть да Да То есть как бы Для этого должен быть Какой-то достаточно Ну скажем так Зрелый ребенок Которому Он должен быть Немножко самостоятельный Да То есть мышь его В полном одиночестве Ну под присмотром Меня Под присмотром Родителей Но все равно Он сам будет там Мотоциклом управлять Если он там Абсолютно какой-то там Тихий домашний И никогда в жизни Ничего не Не делавший там Ребенок С этим будет сложнее Да На самом деле Мы упираемся В какой-то момент В то что У меня во-первых Не бесконечное количество Техники в школе Вот Я над этим работаю И Не так много экипировки Да То есть Она есть Но Детских мотокомбезов Раньше не знаю Там в городе было Две штуки И они там были Допустим У меня в мотошколе Это с такой мощной защитой Которая Да Да Но вот представься Ну это направление В том числе растет Потому что есть там дети Есть родители Есть соревнования Да Есть техника Есть какие-то школы Которые этим занимаются Я в том числе Вот И Раньше или позже Это будет Набирать обороты Вот Но Для этого должна быть Материально-техническая Какая-то база И я вот в этом тоже В смысле работы Просто И взрослый комбинезон Мы раньше не часто встречали Да Сейчас Это с этим стало Существенно проще А детский Сейчас Немножко иногда Там бывают Редкостью диковинкой Как красиво Ты ушел От прямого вопроса Какими навыками Должен обладать ребенок Игра Ну что Давай мы определим их так Давай Желание гонять Желание ездить на мотоцикле Управлять мотоциклом Возможность Слушать тренера И понимать его Слова И выполнять То есть Ну а как это вот на практике Ты говоришь Мамочка А ваш сынок В футбол играет Например Слушается он тренера Давайте попробуем Очень сложно сделать Какой-то этот Скоринг Или как это там назвать Классификацию Детей Особенно Исходя из того Что у меня там Ну по взрослым Есть какое-то понимание По детям Я там много занимался Но я занимался Условно точно То есть у меня есть там Уже юноша Подросток Который например Мы с ним там Четыре или пять лет вместе И я там Все про него знаю Но вот когда я там Тысячу детей Воспитаю И из них там Сто или там Пятьдесят Выиграют там Чемпионат России А еще десять Поедут на чемпионат мира Тогда я тебе дам Полную квалификацию Хорошо Подождем Я активно работаю В этом направлении Вот Пока просто Чтобы был там Ребенок смышлен Бывало так однажды Что ко мне Родители Они хотели привезти ребенка Они привели Мы его экипировали Одели У него вроде глазки горят Но ребенок был незрелый И он немножко испугался То есть он сел на мотоцикл Как иногда бывает Ты же наверняка видел Миллион роликов Ошибки мотоциклистов На начальном этапе Где они открывают газ Мотоцикл запускают в космос И что-то такое Вот Эту ситуацию мы отловили Никто в космос не полетел Но ребенок испугался И Они пошли домой И больше не пришли Ну да Ну потому что Напугался на всю жизнь Ну на какое-то время Да То есть бывает так Что у меня были там случаи Когда там Ребенок там первый раз Немножко там падал с мотоцикла Ничего не ломал Ну просто перепугался Понял что в этом есть Какие-то риски И тоже немножко это самое Они там подскисли Взяли паузу И больше мы не виделись Поэтому в том числе Я сделал Выделил детскую группу В совершенно отдельное время Выделил времени Просто с достатком То есть чтобы не было такого Что у меня там Супер дорогая аренда Супер классной площадки И где там Все по минутам расписано Да У меня там По детское занятие Два часа выделено Там на Например на четверых человек Они могут там Полчасика побегать Реально цветы Порвать на газоне И в этом даже будет смысл То есть Слушай А разве не ограничена Мощность детских мотоциклов Ну как-то там Чтобы не было Крутящего момента Там излишнего Чтобы вот это вот Да Но все равно Там ребенок Может напугаться Вот там Он газанул Чуть там проехал Не там Не со скоростью Полтора километра в час Со скоростью четыре с половиной А опытный тренер Нальет водички Немножко в бензин Чтобы Тогда ничего не поедет Нет Есть При необходимости Устройство Под названием Киллсвич Это Ты может быть Видел на Аккубайках Где-нибудь еще На снегоходах То есть Как бы есть там Веревочка Поводок И там Размыкатель массы То есть Ребенок куда-то уехал Все Масса разомкнулась Но В большинстве случаев Когда Вход такой Достаточно плавный То есть Ребенок Немножко на электрическом Покатался Чуть-чуть На совсем маленьком Еще чуть-чуть То есть Мы сейчас там Особо не используем То есть Нет необходимости И нет такого Что За ребенком Надо прям Вот супер бегать То есть На начальном этапе И я строю Таким образом Обучение Что сначала Мы там Проедь Вот метр пожалуйста Остановись Вот здесь Около ручки Остановился Молодец Вот Давай теперь два метра Проедем Остановись Смог Около моей ручки Остановись Замечательно Вон там мама Это мы говорим Сейчас о пятилетних детях Ну мы вообще Всю программу Сегодня про пятилетних Остальные у меня уже В семь лет уже Чемпионат России едут Вот То есть Мы пока говорим Про скажем так Начинающих детишков Начинающих детишек Да Вот Соответственно У меня Напомню Что была В этом году Инициатива Что сделать Какой-то акцент Именно на этих ребят Да Не водить их Для начала На картодромы Где у меня Происходят все тренировки А выделить Просто площадку С асфальтом Это Я взял в аренду На небольшое Промежуток времени Ну там на два часа В недельку Или там На четыре Или на шесть В зависимости от загрузки Детской группы Детской секции Да Площадку Около Охто Мола Это Недалеко от Ладожской Вот Около Прима Картинга Соответственно Там Хороший Ровный Теплый Асфальт Солнышко Хорошая погода Немножко Размечено Под Фигуры Мотошкл Категории А То есть там Есть восьмерочка Мои дети Уверены То есть если бы Наверное Когда-нибудь Я захотел Попытаться проверить Смогут ли мои дети На их детских мотоциклах Сдать на категории А Я думаю Что раньше Или позже Они бы сдали То есть я не знаю Все готово Для этого Да Площадка есть Но просто мы Такие цели Пока не ставили То есть вот На мотошкольной площадке У меня занимаются Детишки там Трех, пяти, восьми лет Вот Был кстати еще Ребетенок Который пришел И он есть Пришел с какими-то там Хорошими навыками То есть он Мотокросс до этого ездил И мы на площадке Убедились в том Что он неплохо Владеет мотоциклом И соответственно Я пригласил его Поездить уже там На большой картодром Он взял папу Папа тоже там загорелся Он давно Хотел научиться Ездить на мотоцикле Записался ко мне На курс обучения Для новичков И они вместе Теперь иногда Там по воскресеньям Гоняют вместе На мотоциклах Да Тоже улыбаются Широкой улыбкой Вот Потому что у них Теперь такой Мотодосуг Причем он такой Безопасный Правильный С обучением С классными достижениями И в общем Все вроде счастливы И я тоже Давай попробуем Начать подводить Итог некий Значит детишки Принимаются С нижнего ограничения В год В два Во сколько Давай начнем с трех Вот Пока Трех пробуем Но там Пока А законодательство Не против Да Или против Или его нету Спортивная секция Тут все А спортивная секция Да Окей Хорошо Далее Значит Что у нас получается Желающим Записаться Нужно Что нужно Какая нибудь Медицинская справка Там какую нибудь Трусы Майка Кеды С собой Принес Что Ну Нет Записаться Согласовать Время Подстроиться Просто смотри Тут же еще Кто-то на Алтай уехал Кто-то у бабушки В деревне Присутствует Да Поэтому там тоже Есть небольшие сложности Вот Если ребенок в городе Да То можно уже О чем-то говорить Если ребенок в городе И способен Как-то систематически Заниматься Да То это там Выбираем время на выходных Чаще всего это суббота И соответственно Ставим себе в план Расписание Вот если это То есть экипировка есть Экипировка твоя Или как Экипировка Да На такой случай Если что Можно там Часть экипировки Попросить у моих Больших друзей Картодром Прима Картинг У них там больше Материально-техническая база У них там Одних супер детских шлемов Четыре буквы Икс И в конце С Икс 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 Целая там батарея Потому что они там С детишками там На картинге занимаются Вот Соответственно Комбинезон Да Тоже пробуем подобрать И я там Выдаю рекомендации Что там Какую-то плотную обувь Как минимум На начальном этапе Какие-нибудь там Перчаточки Да Вот И соответственно Прийти попробовать Слушай А какие-то результаты Увидеть Могут родители И ты И сам ребенок Осознать Это через Сколько времени Ну вот если все хорошо Усредненно Берем ситуацию То есть разумно Самый классный результат Для ребенка Это если ему это понравится Если он будет Спрашивать Всю неделю Когда мы поедем Заниматься на мотоцикле Вот это Крутой результат На начальном этапе Это значит Что у нас Произошел коннект Вот Это значит Что там Все все правильно сделали И родители И я И ребенок Вот Соответственно Если у ребенка Загорелись глазки О том Чтобы там Принимать участие В этом мероприятии Да Если там Родители Его там Возят Помогают И так далее Настраивают На нужный лад То у нас там Все будет хорошо Если каких-то Количественно Качественные То скорее всего На первой тренировке Ребенок самостоятельно Сможет Ездить на мотоцикле То есть Тронуться И остановиться Вот это Основной Тронуться Остановиться Проехать Какую-то там Змейку Проехать Восьмерочку Это на первом Занятии В большинстве случаев Серьезно? Я же тебе говорю Это не сложно У нас На мотиках Там На большинстве Автоматическая коробка Там даже нет коробки То есть Мой ребенок газует Мотоцикл едет Ребенок тормозит Мотоцикл тормозит Там два тормоза Передний и задний На руле А врубаются быстро Да, дети? Ну, то есть Быстро понимают Чего нажать Главное Рассказать Где тормоз То есть Им вообще не страшно Куда-то газовать Да, главное Им аккуратно Там Ну, их иногда Там Немножко остужать Потому что Травмы Падения Они могут быть И нужно Чтобы дети Были Вот Ты же сказал Как ты сказал Балбесы Да, да, да Вот И С балбесами Если балбес придет И будет там Смут какую-то Чинить Да, то Сам упадет Может еще кто-то упадет Что-нибудь травмируется И До того Как он Травмировался Он будет там Хулиган А потом Будет обычный ребенок Который будет плакать И говорить Чисто Вот у него Да Поэтому Нужно Чтобы была Там Дисциплина И все И соответственно Там все Получится То есть Детей я саживаю Учу Каким-то там Реально классным моментом Останавливать Мотик интенсивно Да, там Змеечку проезжать Восьмерочку Они все там У меня крутят Ну, можно Например Говорить Что, скажем Через 6 месяцев Регулярных занятий Ребенок Уже Может Там Прямо Будет Уже Вообще Как рыба В воде На мотоцикле Или год Для этого надо Или может Вообще Через месяц Он уже будет Там такой Прямо Д'Артаньян Да у всех же Свой Д'Артаньян Ну да Вот А Если Будет Ребенку Интересно Да То, например И На то будет Какое-то Обоюдное желание У всех И совпадение По расписанию Можно там Например Через месяц Тренировок Ребенка Позвать На Картодром Где уже Он может Заниматься Там В медленной Группе Со взрослыми Вот Но там Смотри Там же Простор больше Хода больше Расстояние больше И помимо всего прочего Тренировка групповая И нужно Чтобы у ребенка Тоже был склад характера Где его там Условно Сказали Выдали задачу Он ее там делает То есть Как бы там Меньше времени Уже с ним поиграть И больше Ответственности Вот так скажем Дисциплины Ну то есть Если ребенок Там созрел Для того Чтобы там Типа ему сказали Вот попробуй Вот здесь Больше наклонять Вот здесь вот Быстрее газ открывать А вот потом Попробуй Вот за этим дядей Который медленно ездит Ездить в его темпе И копировать его траекторию Вот Тогда можно Про что-то говорить Если Мы идем по этому сценарию Не знаю Там И У ребенка есть время У родителей есть ресурсы Чтобы заниматься там Не раз в неделю В формате там Приехали на площадку Покатались Покайфовали Порвали цветы Посидели Потом мороженое Поели Да Какие-то там Более амбициозные моменты И у всех там Все складывается И расписание родителей Возможность водительной тренировки Возможность посещать Несколько разных картодромов То я думаю Что Где-нибудь там Спустя там Три-четыре месяца Можно пытаться ехать На соревнования Но не для того Чтобы всех там Победить А для того Чтобы получить Первый спортивный опыт Вот То есть Это какое-то Ну то есть Немножко поработать там С волнением С предстартовым мандражом Да Понять Ну это же тоже там Не с первого Раза соревнования Там Выигрывается Ну пока Вот Дорожка такая Но в целом Дети очень классно Чувствуют себя Когда они там Просто вот В своей детской тусовке Да И такое ощущение Что им вот 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 в этом статусе Супер комфортно Их можно ввести Куда-то там Именно вот этой вот Банды И пытаться куда-то Слушай А что ты Давай в завершении уже А что ты отвечаешь Например Хлопотливой маме Которая спрашивает Кирилл Скажите пожалуйста Вот мы сейчас Оттренируемся там Год-два Может быть у вас С большим удовольствием А Во что это превратится В будущем И ты например говоришь Ну он гарантированно Станет одним из Топ-менеджеров Совета директоров Там компании Газпром Потому что у него Вырабатывается Волевое решение Там какой-нибудь Характер становится Там Ну Перефразирую Из смешного Более серьезное Ну я понял Что прививает Этот вид спорта Что тренирует Умение учиться Умение чего-то Достигать Дисциплину Азарт Хорошее упрямство Спортивное Да Ну я все за тебя Сказал Умение В разумных пределах Рисковать Ну это же просто Классно Окей Будем прощаться Тогда на сегодня Все Говорили мы о детях Все будет в подкасте Будет и видео И аудио И так далее Напомню что Наша замечательная Партнерская Гоночная мотошкола Называется Практика Кирилл Симеон Директор Руководитель Вот здесь у нас Студия Напротив меня Найти тебя Несложное Надеюсь Да И в любых Соцсетях В общем Набирайте Кирилл Симеон Или моторадио И найдете Нас везде Будут ссылки Спасибо тебе большое Ждем тебя В следующий вторник Продолжим Наши Наши Рассказы И истории О том Как научиться Управлять Мотоциклом Правильно Спасибо и счастливо Всем спасибо До скорой встречи Моторадио Представляет Продолжение следует Продолжение следует